Лекция номер один по дисциплине проектирования прокатных цехов. Вводная лекция, на которой разбираются общие понятия о проекте и проектировании, стадии задачи проекта производственной системы, а также характеристика системы проектирования. Вообще обучение в высшем учебном заведении традиционно завершается выполнением дипломного проекта. Поскольку только проектирование позволяет в полной мере раскрыть уровень подготовки студентов. Для многих поколений прокатчиков чаще всего объектом дипломного проектирования является прокатный цех. Как листовой, так и софтовой прокатки, трубкой прокатки. Цель данного курса Дать студенту, обучающемуся по направлению обработки материалов давления своеобразное систематическое руководство по технологическому проектированию основного производства прокатных цехов. Отсюда вытекает, собственно, группа вопросов, которые составляют предмет курса. Это изучение методологии проектирования производственных систем. Рассмотрение прокатного цеха как объекта проектирования. Освоение приемов и методов разработки организационных статковных цехов. Собственно, выбор технологии прокатки и оборудования необходимого для реализации данной технологии. Определение его параметров. Обоснование потребностей в различных ресурсах. Формирование требований основного прокатного производства ко всем системам цехов. На производстве решение именно этих вопросов входит в компетенцию прокатчиков-технологов, которые работают на предприятиях, а также в научно-исследовательских и проектных структурах металлургического профиля. Для решения задач совместного проектирования технологий и оборудования, организации производства и систем управления в целом, используются различные нормативные акты, так называемые ГОСТы, СНИПы. Используемые методы и различные алгоритмы могут быть реализованы как путем традиционных расчетов, так и путем использования различных систем автоматизированного проектирования, таких как компас, автокад. Они предполагают получение минимально необходимых и достаточных для выполнения заданной производственной программы различных параметров систем, что по сути будет давать экономию ресурсов при их реализации и эксплуатации. Функциональный подход к проектированию прокатного цеха заключается в следующей цепочке от производственной программы к схеме технологического процесса и от схемы технологического процесса параметрам оборудования и различных участков. Такой подход может быть двояко использован как для проектирования принципиально новых цехов, так и для совершенствования уже действующих цехов. При совершенствовании действующего цеха все, что не противоречит заданию на проектирование и, собственно, текущему техническому уровню производства, должно быть сохранено. Реконструкции должно подвергаться лишь то, что не удовлетворяет каким-либо расчетам и ограничениям. Во всех случаях результирующие технико-экономические показатели после реконструкции должны быть не хуже нормативных. Иначе экономически более целесообразным будет являться строительство нового цеха. Для того, чтобы избежать такой ситуации, необходимо использовать исключительно действующие ГОСТы и параметры. Их использование гарантирует приемлемость данных, полученных после реконструкции, хотя бы в ближайшие 5-7 лет.